Короче, здорово пацаны, у меня закончились идеи для оригинального начала, ведь обычный ролик стартует с какого-то байтящего спича, содержание которого обычно вызывает хотя бы улыбку у потенциального зрителя. Но сегодня тема серьезная, так что привет, меня зовут Ваня, никнейм Ферон 98, придумал я его в лет 12, когда регистрировался в онлайн шутере Warface. Сейчас мне 21, я безработный студент, который делает познавательные ролики по различным играм, там давайте лайк авансом, никто не мешает вам его убрать по итогу ролика, подписочка, вот ДГшечка, вот донатеры, очень уважаемые люди. И про то, что вы можете убрать лайк, я нифига не шутил, ведь сегодня я хочу немного так пройтись по самому лично для меня лучшему выживачу. Понимаете, я родился в нулевых, а на период моей социальной зрелости были популярны такие блогеры, как Фроста, Лололошка, там Влад Некс и Стис. Короче, люди, что играли в одни санбоксы, и по аналогии с тем, что если вы ребенку даете много конфет в детстве, потом он их вообще не переносит. И в период своей юности, я знаете, сполна хлебнул санбоксов. В ход шло все, Майнкрафт, Террария, Форест, всякие там поделки от энтузиастов. И сейчас любая игра такого жанра вызывает у меня зевоту, буквально. Но, мать его, Вальхейм, нехило взбудоражил мои игровые рецепторы и заставил потратить порядка 400 часов жизни на этот гейм. У меня есть куча хвалебных роликов по этой игре, но я никогда не акцентировал ваше внимание на том, что в этой игре мне кажется как минимум спорным. Так что в этом виде я отобрал для вас несколько минусов этой игры. И так как не вижу смысла еще больше растягивать начало, то предлагаю перейти непосредственно к ним. Бесполезная прокачка брони. По сути, на каждую локацию Вальхейма приходится по два сета брони, кроме равнины и лугов. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Потому максимально прокачанная броня с прошлого биома дает столько же очков защиты, сколько совсем новенькая броня из следующего биома. И тут возникает вопрос, а нахрена мне ее тогда качать? За свои три фу прохождения Вальхейма я прокачивал броню ну раза три и то не до макса, а чисто ради теста. Мало того, что фармить ресурсы в этой игре это достаточно долгий и болезненный процесс, а еще и игра до сих пор в тестовом режиме. Что означает, что каждое новое обновление может дать вам совершенно новый армор, который будет раза в три круче, чем ваш прокачанный фулл сет, который вы имеете на данный момент. Потому эта механика смотрится максимально отстойно. Она ничего в сущности не дает потеть лишние пять часов в биоме, чтобы получить броню, которую ты и так получишь в следующем биоме. Ну что это за разводило? Вы можете мне возразить, мол, ну с прокачанной броней намного легче бить боссов, да и на локации ты чувствуешь себя весьма и весьма уверенно. Безусловно, но уж слишком невелик тот буст, который ты получаешь от того немалого количества ресурсов, которые вам нужно будет добыть. Да, в Вальхейме есть золото, и есть торговец, и даже есть товары у этого торговца. Фига я вам тут инсайт вкинул, да? Только вот в товарах у торговца максимум, что вы купите, это пояс тора на увеличение переносимого веса и яйцо. Все остальное либо для извращенцев, либо по фану. По сути, золото в Вальхейме это чисто украшение для дома. Да, игра еще не доделана, но твою налево, сколько выходило уже крупных обнов. А экономика в игре как оставалась странной, так и остается. Да, нам вроде как обещают добавить напися с квестами в следующей малой обнове, но почему у меня чувство, что нифига не поменяется? Как по мне, в игре нужно тотально перерабатывать экономику и начать с того, чтобы сделать каждый предмет продаваемым. Ибо, ну что делать, например, со старой броней, оружием, поставить на стенд и все. А так можно было бы хотя бы ее еще и продать. Добавить торговцу пару лотов, не то чтобы редких ресурсов, а таких, не самых нужных, но в крайне редких случаях без них никуда. Например, слизь, там, деготь, кристаллы. Сделать так, чтобы они открывались после победы над соответствующим боссом и вуаля. Неожиданно деньги действительно имеют какую-то ценность, а игроки будут получать чуть меньше головняка при строительстве. Слабый мультиплеер. Да, играть в коопе очень даже интересно и весело. Можно, в конце концов, там арену построить с испытаниями или арену для сражений. Но прикиньте, как круто было бы иметь сервер хотя бы на 50 тел и разделить их на кланы. Короче, что я хочу сказать. По сути, мультиплеер тут чисто для галочки и мало каких-то реально классных активностей для коопного прохождения. По сути, всю игру каждый занимается чем-то своим и максимум, где вы объединитесь, это боссы и все. Опять же, кланы. Особые локации, где игроки могли бы намного лучше друг с другом взаимодействовать. Это же так круто звучит, но выглядит как бред. Ведь тут еще есть вопрос баланса. Типа, а что делать с локациями для нескольких игроков, если ты играешь в соло? Но об этом можно как минимум задуматься и найти какое-нибудь крутое решение. Но это уже чисто моя шиза. Думаю, в будущем ничего с мультиплеером они делать не будут. И тут небольшая оговорочка. По интернету уже ходит слушок про режим крепостей, но это лишь слушок. А обнову с крепостями, ну типа ждем. Ну и кстати, можете написать мне в комментариях, прав ли я или это вообще какой-то бред про эти крепости там, окей. Отсутствие творческого режима. Сейчас у лодов просто скулы сведет. Да, игре там два года, но есть же и лоды, которые следят давно за проектом. Не, по сути творческий режим есть. Давай активируй консоль и вводи там 3-4 команды и потом строй че хочешь. Но это же банально неудобно. Я просто заебусь перечислять минусы такого подхода. Начиная от того, что не дай бог вы выйдете из игры в опасной локации. И вас убьют при очередном заходе в этот мир. Кончая тем, что банально неудобно доставать некоторые уникальные предметы по типу трофеев. Иди шебурши по гайдам, ищи нужную консольную команду. Причем творческий режим вроде обещают давно и как-то его все нет и нет. Пустые локации. По сути в каждой локации есть по 2-3 точки интереса. Подземелье с ресурсами и донжит с уникальным лутом. Маловато не находите. Не, вы конечно можете встретить замки, деревни викингов. Ну типа и че? Лута там нема. И в первый раз вы конечно удивитесь этой находке. Но впоследствии разочаруетесь. Что такие постройки лишь работают типа на лор игры. А как игрок вы нифига не получаете с них. Да, игра у нас тут стала полноценным долгостроем. Но скучно же бегать по лугам и нифига не находить. Про море, которое тоже обещают обновить и говорить не хочется. Но в сущности этой проблемой я думаю даже и заниматься не буду. Даже с учетом всех обнов, что были. Игра выглядит ультра концептуально. Поэтому отходить от этакого базиса в лице 2-3 точек интереса уже как бы не круто. Нудные бои. Вот в игре есть у ворот, парирование, уникальные атаки у оружия. Там даже кулачный бой это не самая бесполезная вещь. Вот есть вариативность. Вот есть поле для экспериментов. Но твою ж налево. Каждый босс это просто огромная туша, которую ты просто затыкиваешь из раза в раз. Либо с лука, либо с оружия того типа урона, к которому у босса меньше сопротивления. И да, у них как бы там есть свои уникальные атаки, но по сути, ну бегаешь ты по кругу, уклоняясь. Потом даешь свои тычки и так заново. Возможно это так бы не работало с последним боссом. Возможно. Если бы прям в прихожей, у него не было бы места, где тебя невозможно атаковать. Ситуацию могут спасти мобы, но они чаще берут числом, чем скиллом. И вот знаете, проблема даже не в том, что это просто нудно. Игра как бы дает тебе просто огромную вариативность. Мол и это ты можешь, и это ты можешь, а на деле ты ничем кроме парирования не пользуешься. Да, если вдруг вы нажмете кнопку уклонения, игра резко не начнет сиять новыми для вас красками. Но представьте себе босса, который бы заставлял вас пользоваться всеми этими опциями одновременно. Да, это уже какой-то Dark Souls, но зачем тогда откровенно тырить механики, но не тырить возможность их реализации. Оптимизация. Да, как бы я не тот человек, который должен о таком говорить. С моим-то ведром, которое не то чтобы на ладан дышит, иногда он издает такие звуки, что мне в натуре становится страшно. Но это не от меня того факта, что компота игра грузит уж слишком сильно. Особенно это заметно, когда вы уже засираете свою карту кучей построек. Вроде как и логично, но игра же вроде и рассчитана на то, что игроки будут много и часто строить. Но делать этого хочется все меньше и меньше с каждым падением фпс. Тем более, по сути, кроме шейдеров, здесь систему нечем нагружать. Текстуры тут пиксельные, физика несложная. И да, я прекрасно понимаю, что игру делали 5 шведов под пивом. Но сейчас они кичатся расширенным штатом сотрудников, а оптимизации как бы ни в одном глазу. Мало материалов для строительства. Не путать, блоков тут до жопы. Я имею ввиду материалы, то есть по сути у нас тут есть как бы камень, мрамор и два вида дерева. Звучит типа неплохо, но присмотритесь. У нас тут как бы есть только один деревянный пол и две крыши. Это разве дело? И да, как бы игра таким образом мотивирует креативить. Но от моей креативности вдруг не появится третья текстура крыши, верно? Причем с обновлениями как-то вообще не добавляются новые блоки. Исключительно в крупных обновах. Да, тут типа еще надо работать с балансом в том плане, что у этих блоков есть степень крепости. Фермерство. Не, если с посадками все окей, то вот приручение животных это какой-то скам на ресурсы. Я, можно сказать, занялся этим аспектом игры только в самом-самом конце. Когда это по сути уже для меня являлось больше развлечением, ежели настоящей фермой для добычи ресурсов. Так вот. По сути у нас есть 4 животных доступных для приручения. Курица в этом деле это идеально, так как требует она всего лишь 1500 золота, а на выходе вы получаете бесконечный источник еды и перьев. Что касается кабанов, да, приручить их легко, но и на выходе с них вы получаете не самые востребованные ресурсы. Волки это уже другое дело, приручить их сложно, в бой отправлять их не особо хочется, но можно, а ресурсы с них ну типа средние. Ну и наконец быкоящер, этого чела вообще пиздец, как нудно и долго приручать. Да, на выходе мы как бы получаем источник очень даже неплохого мяса, правда мясо курицы все равно круче. Но на нем зато можно кататься, только делать вы это будете достаточно редко, ибо убить быкоящера в принципе легко. А приручать из раза в раз такую громадину, это уж слишком больно. Вечный бета-тест. Да, это вообще как бы не проблема Вальхейма, это можно сказать эдакая тенденция, которая появилась ввиду политики гринлайта стима. Думаю, на вскидку вы можете назвать минимум игр 5, которые вышли из гринлайта, завоевали сердца аудитории, и потом эту самую аудиторию лет 5 кормят лишь обновлениями, а не полноценным выходом игры. Причем причины могут быть самые разные, кто-то может решать радикально переделать свой проект, кто-то отдает свой проект издателю, кто-то ну просто мразь. Не знаю что с разрабами Вальхейма, в принципе это и не важно, ведь независимо от причин обновления выходят очень редко, ты успеваешь раз в 5 соскучиться по игре, а они травят тебя обновами по 50 мегабайт. Не круто, но куда уж деваться. И нет, не поймите меня неправильно, я все еще обожаю эту игру, только как и все в этом мире, она конечно же не идеальна, и возможно не каждая из выше обозначенных проблем объективна, возможно что-то из вышесказанного кажется вам полным бредом, но так думаю я, а что думаете вы, конечно же, пишите в комментариях. Ну и ставьте лайки и также переходите на канал, чтобы не пропустить следующие видео по Вальхейму, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok